привет наши друзья далекие и близкие велосипедисты и велосипедистки и наконец венец кого это веки мы с алло лауши лошадь собрались в тур до фанта-клубок или мурманск куда глаза видят конечно же мы не доедем не до мурманска сегодня не до санкт-петербурга но мы хотим доехать хотя бы до поляных зарей он сзади нас еще не велосипедист какой-то едет выбрали такую тактику сегодня очень сильный южный ветер и мы поедем по трассе и этот ветер нас будет подталкивать вперед до поляных зарей но от пызы мы там покушаем наверное и обратно же поедем по нижней по лесной дороге среди леса там ветерок будет наверное потише все-таки пожелаете нам удачи поехали едем подъем сейчас у нас подъем так называемый полярно-золенский перевал здесь как называется двойная полоса и мы видим с краешку аккуратно трафик уменьшился хотя кандалакши был довольно интенсивный ветер нам попутный температура воздуха плюс 20 фух едем на по нижних передачах уже проехали под дома 10 километров заканчиваем полярно-золенский подъем с перевал на трассе называемый каждая легкая дуновение ветерка подталкивает нас помогает нам фуры довольно таки с большим запасом обходят нас здесь двойная полоса на подъеме едем мы сейчас таком туринговом туринговой компоновки спереди у меня в кокпите вело хорошо две кормушки ролл топ которым просто лежит тент и там еще какая-то майка сзади на багажнике у меня подсидельная сумка привязана к багажнику там тоже пару шмоток у лёши все более спартанский и вот наконец мы закончили подъем на полярно-золенский перевал вот мы сейчас не находимся впереди у нас маячит так сказать как она называется стоянка стоянка расширение дороги сегодня у нас с алёши лауши день открытий мы едем не торопясь наслаждаемся природой ветром небом трассой смотрим по сторонам и сколько раз я здесь проезжал на шостере спортивного раз мне посигналил офицам дальнобойщик ну вот сколько раз проезжал тут на шостере спортивного режиме я ничего этого не замечал какие-то ручейки тропинки озерцо вот мы выехали на эту расширение на эту стоянку лишь что мы сделаем остановочку едем потихоньку дальше там нас у нас теперь впереди спуски а проехали мы уже 16 километров от дома то есть мы проехали 16 километров то есть мы проехали четверть нашего примерного маршрута который составляет каналакша полярной зори назад каналакшу по той дороге 60 километров как правило обычно вот я даже не кручу педали ветерок меня просто подгоняет разогнался с перевала 70 километров в час наверное на шоссейнике так быстро не спускался с этого перевала фуры обходят на меня чуть ли не по встречной метра за два впереди маячить лёша но я его потемножечку сейчас подберу я остановился на перевале чтобы перезвонить лёша поехал вперед дальше вниз на спуске с перевала я разогнался до 70 километров в час с попутным метром опять же трасса r21 есть 105 трасса кола он лёша на подъемчике там но это мост через железную дорогу на ковдор то никого нет то тишина на трассе ни одной машины никуда не сюда а то минуту назад проехала кавалькада машин с 30 наверное вон алексей виден он уже на мосту я подъезжаю к мосту через через ветку на ковдор вдали уже можно различить город полярной зори полярно-зоринский район мы в пути час двадцать проехали мы 23 километра до этого места видим вообще не крутим эти вот равнинки после перевала северу от него открытые сейчас даже ветра по-моему нет попутного то мы едем 20 у ехали мы ехали решили сделать остановку это у нас по-моему такой километр пути мы полтора часа это 26 километр нашего пути и что мы видим здесь видим знак туристический комплекс чир вас но очевидно что пока ведутся работы пока что он строится и вот здесь мы видим такие раз два три шесть шесть таких вот кабин кабин когда нибудь мы будем здесь останавливаться продолжаем катиться разговариваем по ходу дела делимся положительными эмоциями вот мы подъезжаем к повороту на полярные зори здесь остановочку наверное сделаем вот продолжим запись становились мы в пути уже час пятьдесят шесть там остановки всякие разные время 15 13 м московская сегодня 8 июля 2024 года от дома до этого места мы проехали 32 километра со средней скоростью 18 километров в час температура воздуха 20 градусов моя максимальная скорость 70 было тут еще интересно вот мы остановились размяться перед поворотом на полярной зоре дальше по трассе вскоре будет уже имандра откроется озеро имандра куба черничная за ней поворот на кольскую станцию вот мы въехали наконец город полярные зори теперь мы развернулись свой курс на 180 градусов и будем ехать на юг и и ветер соответственно будет нам встречный все время но по ощущениям пока терпимо колярные зори обещали грозу хорошо пахнет перед грозой кафешки где мы хотели пообедать сейчас идет ремонт нам немножко не повезло у нас с собой с финики водичка а сейчас мы хотим заехать полярно-зорянский парк знаменитый с нами с набережной до на пенозе вот елёша предлагает пиццерийку а где она пиццерийка поехали едем в пиццерийку искать оказалось что пиццерийка в полярных зарях тоже не работает наверное у них забастовка полярных зарях пищевых работников так мы три соуса в полярных зарях очень даже неплохо здесь лёша а там наши дверечки стоят сигнализации приятного аппетита ну что по полярных зарях неплохо отдохнули 3 3 соуса перекусили кто-чего умолись зашли в комнату с людьми посидели на набережной напротив пенозера прямо на ветру подверженная ветру и волна но там долго не усидели и потихонечку выбрались на дорогу до пенозера по полярных зарях в полярных зарях ветер теперь будет 20-ти часа все эти 20 километров с чем-то это было уже мы поехали в 43 часа в последствии через полярных часа из них два с половиной часа мы в движении поуже дорога дорога поуже но зато и лес более плотный который нас немножко защищает от встречного ветра поехали и вот нам остается пожалуй лёша одна наиболее такая серьезная горка в пенозера подъем в пенозера после которой после пенозера будут в основном спуски более-менее будут и пригорочки небольшие но в основном будут спуски до кандалакши подъезжаем к переезду той самой кавдорской железнодорожной ветки которую мы пересекали по трассе через мост по мосту по трассе это она и есть не знаю ходит сейчас какие-то поезда или нет а а а Хорошо ехать. О, алло. Шауэла Алши на колесе за его широкой спиной, прячащийся от встречного ветра. Где там остановились-то примерно половина расстояния от полярных зарей до Кандалакши? Какие-то дачные участки, но они его два мы уже проехали. Алексей решил пособирать грибы, поискать, посмотреть вернее. Ну что, Алексей? Грибов я не нашел, но комаров лесу хватает. Ого! Так что ветер это хорошо. Ветер наш друг сегодня. Поехали дальше. Сколько мы сейчас уже проехали? Сейчас посмотрим, кстати говоря. Время вообще половина шестого. Шестого. Да. Так. В путешествии мы 4 часа 15 минут. Из них 3 часа 11 минут в движении. Проехали мы 54 с половиной километра. Это ровно половина до Мачегорска. Элементарно. Половина ехать, да. Вообще, что тут ехать? Да. С такими темпами. У нас средняя 17 километров в час скорость. Ну вот. Температура плюс 18. Правда, стоим и уже начинает меня тоже доставать. Доставать комарики. Вот. Одна машина за 5 минут, по-моему. Ну что, едем дальше? Ну конечно. Подныли. Остановка автобусная. Плюс озеро. Вот туда вниз тропинка плюс озеро ведет. Отсюда до Кандалакши 6 километров. Ну в смысле до границы города. Вот. Ну и до центра нам еще 5. Вот километров 11 отсюда нам еще потихонечку ехать. А там где-то впереди еще ремонт дороги нам предстоит. Да? Да. Говорят, что ничего не закончилось. Ну ничего. На наших великах это не трудно. Ох, как свято сегодня. Даже встречный ветер сегодня хороший. Да. Ну хватит пленку прятить. Хорошо. В общем, проехали 65 километров. Да. Настроение замечательнейшее. Прекрасно. Настроение просто бомбическое. Чудесно. Функциональное состояние. У нас ракет еще нефиг делать. Да. Если мы еще съездим по шаурме. Там еще пройдем. Вполне. Может быть стоит поэкспериментировать с щедлами. Чтобы задница не так сильно убиралась. по Данилову кружок сделать. Плюс всего лишь на легчайший перекус. Да вообще. Я съел шаурму в три соуса. Ты съел подок. В три соуса в три соуса. Плюс пять минут. На данный момент. Температура воздуха плюс девятнадцать. Вообще просто. Просто кайф. Вот и то я даже кажется не очень. Вернее. Не слишком тепло одет. Ветер встречный. Ветер сегодня наш друг да. Просто вообще. Ветер. По трассе он нас просто толкал в спину. Можно сказать что в задницу. Ну. Подталкивать. Тебя да. Меня тоже туда же в задницу. Подталкивал. Поэтому по трассе мы легко проехали. Тресатку вообще. Чудесно просто. Скажи по трассе просто. Замечательно. Приятные пограждения ветра по заднице. Я ощущал вообще дорогу. А я тоже. Дорога была пропитана эротизмом. И перфационизмом. Это было. Это было. А сейчас я хочу показать просто на чем мы ездим. На данный момент. Вот это велосипед Алексея. Что это за велосипед то даже как. Не знаю как. Дайм. Диамант он называется. Диамант какой-то там. Зенит. Вообще какой-то уникальный велосипед. Который у тебя уже по моему лет десять. Да наверное. Не знаю. Примерно. Какой-то. Иномарка какая-то. У него гидравлические тормоза. Там система. Тройник система. Потом девять скоростей сзади. Вот что удивительно. У него воздушная вилка. Прикольно. Но она стоит на блокировке конечно. Она стоит на рабочей. А сейчас работает? Прекрасно. Единственное как у меня сделали апгрейд с Алексеем. Это поставили резину такую более-менее накатистую. Для асфальта. Континентал но какого-то. Сороковочка. Sitterite. Ситириайт. 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 Ситирияайт. Ситириайт. Ситирейайт по которой. А она стояла зато какая-то зубастая по которой вообще было невозможно ехать. На которой... Гидравлика Леша... Ма, где ты откопал его. Седло у негоlya сейчас стоит кожаное. Я вижу седло. Мое старое седло. Вот. Но с седлами мы еще поэкспериментируем. на его велосипеде вот но у меня нашумевший всем нашумевший всем надоевший волос немезис прошлого года в 2023 года выпуска о чем я когда-то мечтал тоже он хрома либден мне нравится хрома либден хотя мне есть и карбонный алюминий полый вал 38 звезда 38 зубов здесь 10 скорости 11 на 42 резина здесь чао янг вот такая вот тоже тоже известная в узких кругах по номиналу по номиналу она 40 миллиметров толщиной но у меня она в замерен состоянии 44 миллиметра вот на этих ободах еще тут у меня еще замутил багажник на который наполовину едва используется пока но мы же собираемся далеко и далеко и надолго не вот на таких чудесах мы катаемся пока и собираемся ехать куда-нибудь еще у меня сейчас такое чувство мы сейчас едем с говорим что как будто бы мы только что выехали из дома из центров когда лакши проехали через него три до алюминиевого завода и едем как обычно вот по этой без но это обычная наша обычный наш маршрут скажем так часовой часовой дневной такое забавно чувство в том смысле что нет никакого утомления и все это потому что сегодня ехали на ну всем привет и всем пока на самом деле мы не будем все сразу прощаться мы проехали на данный момент сейчас мы в центре когда лакши собственно откуда мы выехали сегодня проехали семьдесят один с половиной километров семьдесят один с половиной километров как-то меня собственно за ветра не знаю что тут еще интересно сейчас плюс 19 на улице прекрасная погода средняя скорость у нас общая составила 17 4 десятых километров в час вот что-то еще такого время сейчас без десяти примерно 7 вечера вот путешествие мы были пять часов 36 минут а в движении мы были четыре часа и шесть минут то есть час мы просто где-то отдыхали в разных местах а до час 30 час 30 то есть мне это тормознули там вас постояли подышали отдыхали попили водички посетили в три соуса вот в этом где-то за грибами ходили вот и знаешь вот я тебе сейчас говорю что кого-то во второе дыхание открылась вот и хочется еще немножко прокатиться покрутить на 30 по хорошему асфальту вот если мы сейчас с тобой допустим ну конечно мне это не будем делать если мы сейчас просто пошли бы по домам бы сели там полежали приняли бы тушь выпилить там еще колок вот мы бы спокойно лёша еще бы вечерком два часа со скоростью 15 метров в час сделать бы еще 30 даже быстрее вот и это была бы сотка за день в легкую груду то есть дом полярной зари койт в каких полян зами конечно закрывать нельзя нельзя до такой степени уже кататься до манчегорска или до пати или до ул ну ладно мы рады были друзья что вы с нами прокатились тоже и мы рады были прокатить вас с собой прощаемся ненадолго пока пока цатья здесь и цатья здесь есть еще за день учите китайский язык скоро вам пригодится